День всероссийского голосования. Альметьевцы делают выбор по поправкам в Конституцию. На участках сделано все, чтобы процедура была удобной и безопасной. Поправки, я думаю, сыграют в дальнейшем огромную роль. Явка достойная. Сельчане участвуют в голосовании. В Новом Надырове в первой половине дня проголосовали более 70% жителей. Избиратели проходят разных возрастов. Долгожданные перемены, которые наступают уже сегодня. Программа «Наш двор». Первый этап благоустройства завершается. Что за ним последует? Это ведь прям чудо, чудо. Посмотрите, как сделали. Это основные темы выпуска в эфире новости Альметьевска в студии Татьяны Леонтьева. В России сегодня основной день всероссийского голосования по поправкам Конституции. Избирательные участки в Альметьевске открылись в 8 утра. 10 минут до начала работы участка в пункте голосования идут последние приготовления. Члены комиссии надевают маски, защиты экрана и перчатки, готовят необходимые бумаги, дезинфицирующим раствором обрабатывают все поверхности. И перед самым открытием пломбируют урну для бюллетеней. То, что сегодня самый важный день, наверное, для всех жителей нашей страны, нашей республики, нашего родного города Альметьевска, я думаю, это не секрет, потому что поправки, я думаю, сыграют в дальнейшем огромную роль для нас. Это наше будущее. С первых же минут после открытия на участке появляются первоизбиратели. Некоторые приходят проголосовать всей семьей. Пришла сюда с мамой и сестренкой младшей. Это моя жизненная позиция, я всегда во всех выборах принимаю участие активное. Голосовать всем надо, я считаю. Мы здесь живем, мы здесь родились. Процесс голосования проходит быстрая регистрация. Заполнение бюллетеня занимает всего несколько минут. И выделить их сегодня очень важно, считают избиратели. Я хочу, чтобы всегда было нормально. Как говорят, в нашей стране все хорошо жили, счастливы и здоровы были. Это наше будущее. На участках соблюдают все меры санитарной безопасности. На входе замеряют температуру, если нужно, выдают маску и перчатки. Вход и выход разделены. На полу нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. После окончания голосования в 8 часов вечера на участках приступят к подсчету голосов за все 7 дней избирательной кампании. Больше половины альметьевцев проголосовали еще до 1 июля. Участие в досрочном голосовании в Альметьевске приняли более 71 тысячи человек. В целом, по данным Центра избиркома Татарстана, на вечер 30 июня в республике участие в голосовании приняли свыше 2 миллионов человек. Это почти 70% избирателей. В Альметьевском районе все 7 дней избирательной кампании работали более сотни участков для голосования. Выборы сегодня, 1 июля, проходят в штатном режиме. Наши жители идут небольшим ручейком, но стабильно. Все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса соблюдены у нас. Соблюдаются социальные дистанции. На входе выдаются индивидуальные маски, индивидуальные перчатки, ручка. К 3 часам дня в Альметьевске и районе проголосовало около 80% избирателей с учетом досрочного голосования. Примерно 8 часть от этого числа голосовали на дому. Из 80% на дому. Участки будут работать до 8 вечера. Все участковые избирательные комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты в полном объеме. Участие в голосовании принял и генеральный директор Татнефти Наиль Баганов. Он пришел на участок вместе с мамой. Руководитель голосовал в школе номер 2. Как и на других участках, там сделали все, чтобы процедура была максимально удобной и безопасной. В сюжете расскажем подробно. На избирательный участок жители приходят с самого утра. Идут равномерным потоком, поэтому скопления голосующих на участке нет. Все, проходите наверх, на второй этаж. Безопасность и повышенное внимание. На входах коврики, пропитанные дезинфицирующим раствором, их меняют по мере загрязнения. Каждые 2 часа проводят влажную уборку, каждые 30 минут дезинфицируют поверхности. А ночью проведут обработку при помощи генератора холодного тумана. Так было и всю прошлую неделю, пока проходило досрочное голосование. На входе каждому замеряют температуру. Если она будет в норме, голосующий пройдет на избирательный участок. 36,6. Но если температура будет выше 37 градусов, человека не развернут, а проводят в специально отведенный изолятор. Бюллетень и урну для голосования голосующему принесут уже сюда. Одноразовых масок, перчаток и авторучек хватит на всех. Комплект рассчитали по числу голосующих, приготовили даже с запасом. Выдают каждому, даже если голосующий пришел со своим. Средства защиты находятся в индивидуальном пакете предусмотрительно. Туда положили и дезинфицирующую салфетку. После того, как они проголосуют, они ее скрывают, вытирают руки, бросают в урну и уходят. Специальная разметка напоминает о соблюдении социальной дистанции. Она нанесена по всему помещению. Как и на других участках, в кабинках для голосования нет шторы для лучшей циркуляции воздуха. Вход и выход у нас отдельные, для того, чтобы минимизировать высоту контакта с возможными заболевшими. В списках здесь 2174 избирателя. Те, кто проживает поблизости или выбрали этот пункт, предварительно написав заявление на смену участка. Большая часть граждан проголосовала досрочно, поэтому массовости на участке не было. Сегодня, в выходной день, сюда пришли те, кто был занят на работе или по каким-то другим причинам не смог проголосовать раньше. Вместо одного дня, как обычно, голосовать можно было всю неделю, до 1 июля включительно. Я гражданин Российской Федерации, вот поэтому пришел голосовать. Я хочу, чтобы мои внуки, правнуки, ну и мы, молодые пенсионеры, жили достойно своей страны родной. Чтобы у нас были социальные гарантии. Чтобы, так сказать, ну и страна просветала. Здесь проголосовала генеральный директор Татнефти Наиль Маганов на участок. Руководитель пришел вместе с мамой Розой Фатыховной, которая является дружеником тыла, ветераном труда. Всю жизнь она проработала в школе учителем, посвятила себя детям и образованию. Мы граждане Российской Федерации. Мы имеем отношение к нашей жизни, нашей стране. Все в наших руках, поэтому надо голосовать, конечно. С радостью, что нас, пожилых людей, не забывают. Такой прекрасный город становится. А когда-то в этой школе мы ночевали с членами комиссии. Оставались на ночь, чтобы в шесть уже открыть. И первых нефтяников, первых жителей города вот так же направляли, встречали, провожали. Участок будет открыт до восьми часов вечера, но для членов комиссии день завершится еще позже. После закрытия здесь приступят к подсчету голосов. Эта процедура тоже пройдет с учетом всех санитарных требований. Елена Морданшина, Тимур Туманов, Альметьевск ТВ. В голосовании по поправкам Конституции Российской Федерации принял участие имам Мухтаси Пальметьевского района Фагим Хазрат Ахмедянов. Он проголосовал на участке номер 823 в 25-й школе. На голосование пришел вместе с супругой Айгуль Ахмедяновой. Я вообще сам люблю ходить на выборы, во-первых. Во-вторых, мы живем в этой стране. Есть у нас долг патриотический, гражданский долг. И каждый должен заботиться о своей стране. И это очень важно. Если мы живем на этой стране, живем на этой земле, то есть у нас есть и ответственность перед государством, ответственность перед родителями, ответственность перед семьей, ответственность перед обществом. Участие в голосовании сегодня принял также и епископ Альметьевский, и бугульминский владыка Мефодий. Я призываю к тому, чтобы каждый сделал свой выбор. Конечно, у каждого есть свое мнение. Я, как и многие избиратели, которые пришли сегодня, 1 июля, на избирательные участки, чтобы выразить свое мнение по поправкам в изменении Конституции Российской Федерации. Мне не безразлична судьба нашей республики и нашей страны. У всех, кто еще не проголосовал, остаются последние часы. Участки будут работать сегодня до 8 вечера. А что взять с собой, отправляясь на голосование, и куда обращаться, чтобы проголосовать на дому? Об этом наш следующий сюжет. Эта избирательная кампания запомнится как одна из самых долгих. Время голосования растянули на неделю. Все для того, чтобы не создавать на участках массовые скопления. За 6 дней до срочного голосования в нем приняли участие более 60% избирателей в Альмитевске. Те, кто не успел проголосовать, могут прийти на участки сегодня. Избиратель приносит с собой только паспорт. Паспорт, он должен его показать члену комиссии для сверки своих данных. И расписаться в списке избирателей. Больше избирателю ничего не нужно. Индивидуальные средства защиты выдаются на избирательном участке. Еще одно новшество. Для голосования на дому не нужно иметь веской причины. Пригласить избирательную комиссию на дом можно просто по желанию. Этой возможностью уже воспользовались почти 3000 человек. В эту кампанию голосуют на дому все желающие. Кто-то мамы с детками не могут прийти, кто-то пожилые, кто-то просто боится заразиться. Они все имеют возможность пригласить участковую комиссию на дом. Заявки для голосования на дому принимаются сегодня до 8 часов, а завтра, 1 июля, до 17 часов вечера, заявки по телефону принимаются на участке. Всего в городе и районе открылось 116 избирательных участков. Они будут работать до 8 вечера. К основной теме вернемся и во второй части выпуска, о чем еще расскажем далее. Явка достойная. Сельчане участвуют в голосовании. В новом Надырове в первой половине дня проголосовали более 70% жителей. Долгожданные перемены, которые наступают уже сегодня. Программа «Наш двор» – первый этап благоустройства завершается. Что за ним последует? Инженерная школа, новые корпуса, больницы и очистные сооружения. Глава проинспектировал строящиеся объекты. Участие в голосовании по поправкам в Конституцию приняли жители сел и деревень. В Ольметьевском районе 54 участка. Своё мнение к предложенным поправкам в Российскую Конституцию выразили и жители села Новая Надырова. Голосовали на избирательном участке номер 856 в сельском клубе. Как проходила процедура, расскажет Ангелина Хабибулина. Лилия Кабдрахманова проживает в селе Новая Надырова более 20 лет. Сегодня она пришла на избирательный участок номер 856, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Процедура прошла с соблюдением санитарных требований. На входе дезинфицирующий коврик для обеззараживания обуви. Каждому голосующему измеряют температуру, выдают маску, перчатки и ручку. В целях безопасности даже предусмотрен отдельный выход. Каждый раз участвую в голосовании и в этом году тоже не исключение. Пришла на голосование в поправку в Конституцию Российской Федерации. И считаю, что от нашего голоса зависит дальнейшая наша судьба. В основной день голосования избирательный участок начал работать с 8 утра. К середине дня свой голос отдали 114 жителей. Из них 11 сделали свой выбор на дому. Я считаю, что поправки в Конституции сегодня – это будущее моих детей завтра. Чтобы было все хорошо, мирно, дружно. В досрочном голосовании с 25 по 30 июня приняли участие 720 человек. За это время 46 жителей воспользовались правом голоса, не выходя из дома. К 16 часам 1 июля проголосовали 77% жителей с учетом досрочного голосования. Избиратель приходит разных возрастов. И молодежь, и средние, и старшего возраста. Приходят с большим желанием. Все хотят свое гражданское дело исполнить. На голосовании присутствовали участковые полномоченные полиции и сотрудник МЧС. 7 членов избирательной комиссии и 4 наблюдателя. Участок открыт до 8 часов вечера. С 25 июня по 1 июля на 54 участках, открытых в селах и в поселке Нижний Мактама, свой голос отдали более 30 тысяч жителей. В основной день проголосовали более 2 тысяч граждан. Ангелина Хабибулина, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. А теперь к другим новостям. С сегодняшнего дня альметьевские семьи начали получать выплату в 10 тысяч рублей на детей. В Альметьевском районе заявление на пособие подали около 45 тысяч семей. Оно полагается на каждого ребенка от рождения до 16 лет. Средства автоматически начислят тем, кто подавал заявление на единовременную выплату месяц назад. А также гражданам России, обращавшимся за пособием в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет, которое выплачивается с апреля. Выплата установлена президентом Владимиром Путиным в связи с затруднительной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса. Для тех, кто еще не подал заявление на ежемесячную выплату и на единовременную выплату, прежде чем получить дополнительную, надо будет подать заявление. За выплатой можно обратиться через сайт госуслуг. Пенсионный фонд приходить не обязательно. Но если уж что-то не получается, то в многофункциональный центр можно подойти, можно подойти в пенсионный фонд. В нескольких хальмитинских дворах завершается ремонт дорог. Это первый этап работ в рамках республиканской программы «Наш двор». Ко второму приступят позже. Тогда установят детские спортивные площадки, скамейки, урны и обновят наружные освещения. Всего в этом году ремонт ждет 52 дворовые территории. Около первого и третьего домов по улице Сулеймановой примерно наполовину завершены дорожные работы. Такая же ситуация во дворе 86-го дома по улице Ленина. Здесь приводят в порядок дороги, прокладывают новые тротуары и устанавливают бордюры. Это только первый этап в рамках республиканской программы «Наш двор». Второй включит в себя установку детских и спортивных площадок, скамеек, урн и наружного освещения. Будет разделено на два этапа. Сегодня наши дорожники работают по тротуарам и дорогам. А следующим этапом мы пойдем с малыми архитектурными формами, с освещением и с лавками. Завершается первый этап и около 115-го дома по улице Ленина. Здесь проложили новые тротуары, расширили парковку и отремонтировали внутриквартальные дороги. Жители здесь рады уже первым обновлением, несмотря на то, что полностью их двор преобразится позже. Вон, видите, какую красоту сделали, еще что надо. Посмотри-ка, везде, посмотри-ка. Это ведь прям чудо, чудо, посмотрите, как сделали. Нормально, наоборот хорошо, что их ремонтируют. Рабочие работали замечательно. Пол седьмого утра приходят, да, воюют с частными машинами, машины стоят, мешают. А потом они до темна, до темна работали. Просто молодцы, удивительные молодцы. По улице Шевченко около 104-го и 108-го домов дорожные работы тоже почти завершены. Всего в этом году реализация проекта «Наш двор» запланирована в 52-х дворах. Эти территории полностью преобразят. Я вот хожу здесь частенько от магазина и вот туда, до перекрестка. Вот там теперь есть дорожка. Радует. Президентская программа рассчитана на пять лет и до 2025 года отремонтируют все дворы в республике. Это более 6,5 тысяч территорий. В Альметьевске в рамках программы благоустроят свыше 500 дворов. Жители могут высказать пожелания или жалобы на сайте программы двор.татар или по телефону горячей линии 8 800 27 5 20 20. Лесяна Авзалова, Ильшат Бахтиев, Альметьевск ТВ. Глава района Тимур Нагуманов осмотрел строящиеся объекты в Альметьевске. Он посетил инженерную школу, очистные сооружения, радиологические и хирургические корпуса. Первой точкой в маршруте главы стала новая инженерная школа. Она рассчитана на 858 учащихся. В здании оборудуют IT-кабинеты, центр прототипирования, арт-мастерские, спортивный сектор с 25-метровым бассейном. Далее глава посетил городские очистные сооружения. Объект находится на завершающей стадии реконструкции. Здесь у нас приемные камеры. И думали сразу, куда сливаться. Но сейчас вот просто на этот суток мы вообще рассматриваем, как бы сейчас считаем это все дело. Сделать кармашек. На очистных сооружениях внедряют систему биологической очистки сточных вод с использованием технологии нитри- и денитрификации и биологического удаления фосфора. Общая стоимость проекта – полтора миллиарда рублей. Также Тимур Нагуманов увидел проделанную строителями работу в хирургическом корпусе детской городской больницы. Там переходят к монтажу оборудования и к чистовой отделке. В радиологическом корпусе онкодиспансера, где тоже побывал глава, завершены отделочные работы, начался монтаж оборудования. Тимур Туманов, Татьяна Леонтьева, Альметьевск ТВ. В Альметьевском районе продолжается раздача продуктовых наборов в рамках республиканской благотворительной акции «Ердем Яныше. Помощь рядом». В субботу 27 июня в город прибыла последняя четвертая партия коробок. Наборы получат жители, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса. В этот раз поступило 2142 коробки. Нуждающиеся получат их до 2 июля. Продуктовые наборы в республике получают 55 тысяч семей. Список получателей определила Минтруда. Продукты положены одиноким пожилым, семьям, опекунов и находящимся в социально опасном положении, а также дети малообеспеченных семей и дети, если родители предпринимателей заняты в отраслях, пострадавших от пандемии. По итогам трех раздач жителям республики отправили более 150 тысяч коробок. Всего за четыре раздачи количество продуктовых наборов превысит 220 тысяч штук. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. В Татарстане зафиксировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Все являются контактными. Из 40 человек 25 лечатся дома, 15 в медучреждениях. В нашем городе новых случаев нет. Всего за время пандемии в Альметьевске COVID-19 был подтвержден у 49 человек. Альметьевцы направили шесть анонимных сообщений о продаже нелегального алкоголя. Это данные за пять месяцев. Жалобы направляли в систему народный контроль. Каждую рассмотрели специалисты Госалкогольинспекции. По результатам одну из проверок выявили факт реализации алкоголя без товаротранспортных документов и сертификатов соответствия. Изъято более 8,5 литров пива. Данное пиво признается находящимся в нелегальном обороте и изымается. Заявителю, разместившему обращение в ГИС народный контроль, будет выплачено материальное вознаграждение в сумме 1 тысячи рублей. С начала года специалисты провели более 100 проверок по торговым точкам. В ходе них изъято свыше 1000 литров алкогольной продукции. Специалисты напоминают об ответственности, которая грозит организациям, если они продают алкогольную продукцию без фиксации в системе ЕГАИС. Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 15 тысяч рублей с конфискацией продукции. На юридических лиц от 150 тысяч до 200 тысяч рублей с конфискацией продукции. Один из главных национальных праздников в Татарстане, Сабантуй, состоится 4 июля, но в онлайн формате. Это следует из документа, подписанного президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Праздник будут показывать по каналу ТНВ. Трансляция пройдет и по радио. Сейчас организаторы готовят площадки и работают над сценариями праздника. В программе будут конные скачки и соревнования по борьбе к кореш. Также запланирована концертная программа. На онлайн Сабантуй выступят актеры, театров, певцы и мастера искусств. Также организуют интерактив со зрителями. Каждый желающий сможет связаться со студией и выйти в прямой эфир. Праздничный марафон продлится с 8 утра и до 8 вечера. В соответствии со статьей 2 Закона Республики Татарстан о праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан, постановляя установить 4 июля 2020 года днем проведения татарского народного праздника Сабантуй. 2 июля несколько домов в первом поселке Альметьевска временно останутся без холодной воды. Об этом предупреждает Альметьевск водоканал. Из-за ремонтных работ в четверг с 8 утра холодная вода будет отключена в домах номер 11 и 3 по улице Фахредина и по улице Сулеймановой в 10 доме. Без воды останутся и некоторые дома по Советской детской сады номер 49 и 56, зданий военного комиссариата и колледжа физической культуры. Подачу возобновят, когда работы завершатся. 130 водителей проверили автоинспекторы в Альметьевском районе в ходе операции «Тоннель». Экипаж ДПС дежурил на закрытом шоссе с 7.30 до 8.30 утра. За час инспекторами было выявлено 11 нарушений ПДД. У шести водителей не было при себе полиса ОСАГО. Трое управляли автомобилем без документов. Еще у одного во время проверки выяснилось, что автомобиль не поставлен на учет. И один водитель получил штраф за то, что не пристегнулся ремнем безопасности. А теперь информация о погоде на предстоящие сутки. 2 июля в Альметьевске сохранится облачная погода. Утром и днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12 градусов, днем плюс 22. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного стаба. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного стаба. Оперативную информацию и полезные материалы. Связаться с нами удобно через мессенджер WhatsApp, а также страницы в соцсетях. На сегодня это все. Всего доброго и до встречи в эфире.